Сегодня у нас 13 мая 2016 года, пятница. Представляете, 13 мая, пятница. Со мной в студии Сергей и Валерий. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось у нас 540 дней. Вот пишется, эфир есть. Мы говорили о том, что приговор должен был быть в пятницу. Приговора нет, он будет в понедельник. Это речь о телемосту? Да, телемост, который мы проводили. Потом у Пионовой обыск. Как нам рассказали, почему-то в средствах массовой информации об этом нет ни слова. До этого у нее 21 февраля проводили обыск. Застрелили собак зачем-то. Сейчас вот я и говорю. Не знаю, кого слал красный рубач, как палач. Почему как палач? Во-первых, не красный. Ну ладно. Непонятно, зачем там. Чего у нее ищут. Что можно искать у человека, у которого уже проводили обыски. Причем, ну, понятно, что она не из ИГИЛ. Навальный из ИГИЛ. Да, из ИГИЛ. Казалось. Край его задержали, потом отпустили. Я так понимаю, проверяли, не из ИГИЛ ли он. Причем полиция рассказала, что это была операция «Анаконда». Вот такая у них «Анаконда». И название не придумывают вообще. Уникальные ребята. Координировать борьбу с природными пожарами летит глава МЧС. Ну, он же прилетел. Он прилетел на Дальний Восток, в Сибирь. Торговал там харей, летал на вертолете. Представляю, что вместо того, чтобы этот вертолет полетел, полез куда-то спасателей, пожарных. На нем летает глава МЧС целой кучей халдеев. А там еще кто-то подстраховывает и так далее. И то есть масса народу, которая занималась бы организацией тушения пожаров, она занимается организацией приема Пучкова. Все главы администрации бегают, там все горит. А здесь же надо этого принимать, который приехал пожар тушить. Это ужасно вообще, просто безумие какое-то. Нафига? В Магнитогорске дети спалили 4 машины и кафе. Такие молодцы. Как была статья, я помню, «Покурила блин» называлась. Как девочка где-то под кустом, что ли, пол села спалила, решив покурить. Вот так и здесь тоже дети там покурили блин. В Мадриде покрышки горят. Вот фотографии. Интересный, кстати, такой серьезный пожар. Я помню, в Америке такой пожар был в 90-е годы. Там дяденька решил не заниматься фермерством, а сплодировать покрышки на своей фермерской территории. Они загорелись, но денег потратили люди гораздо больше, чем он заработал, чтобы это все потушить. Это самая крупная свалка покрышек в Европе, в Мадриде. Горит сейчас. В Барнауле стоматологи засыпали ямы в дороге зубными протезами. Где вот фотография такая, зубные протезы. Может, это и будет держать. Получше. Получше. Кстати, ямки не такие большие. Сейчас сегодня в Саратове еще один, у нас фотографии опять нет, еще один вход в нармию открылся. В кавычках. И даже не один. Мы пока ехали буквально... На московский, говорят, какой-то немыслимый вход в нармию. Здесь есть еще один менее локальный вход. Такое окошко в нармию, скажем так, прямо вот буквально в двух кварталах от того места, откуда мы вещаем. То есть это уже даже перестает быть какой-то новостью. Это обыденность для Саратов. Да, но московскую там что-то чинили за 2 миллиона долларов километр, ремонтировали. И вдруг открылся там именно, где починил... Причем Радаев, никто другой. И он говорил, что это будет вечно держаться. Но входы в нармию сильнее Радаева. Житель Ростовской области открыл стрельбу в здании сельской администрации. Пишет страшный сон Путина, горящие покрышки. Да, но на самом деле вот этот житель гораздо более страшный сон. И мы тут нам многие вот написали, что мы как-то говорили по этому поводу стишок. Читали, что помню, что дедушка где-то гранату нашел. Вспомнил войну и к райкому пошел. Дернул колечко, кинул в окно. Дедушка старый, ему все равно. Вот здесь, собственно, то же самое случилось. Я так понимаю, что человек, который себе уже там земельку на кладбище приобрел, памятник справил. Он пошел в администрацию, застрелил замглавы. Главу, я так понимаю, не смог, тот отбился. И участкового застрелил. Участкового вообще, как я так понимаю, не при делах. Хотя, кто это знает, там вселенная МСЕ при делах. А непонятно, кто там его задержал. В этой Ростовской области пограничные, значит, средства массовой информации КГБ пишут, что это пограничники. Другие пишут, что это глава. В общем, сейчас там целая куча задержальщиков таких выстроилось. Про библиотекарей мы хотели сказать. Да, скажи. У нас достаточно старая новость про ивановских библиотекарей, которые улечили в незаконных чаепитиях. Ну, можно найти наш старый эфир. Но вкратце я поясню. Там, в Ивановской области прокуратура начала проверку в отношении библиотекарей, которые тратили деньги библиотеки, я так понимаю, муниципальные, на то, что покупали на эти деньги чай и какие-то там плюшки, конфетки, бараночки. Вот они, значит, жуткие негодяи и коррупционеры. За несколько лет они потратили 27 тысяч рублей. И причем, ладно бы они сами эти чаепили, так они организовывали там какие-то классные часы, я так понимаю, для детей и молодежи. И просто для того, чтобы там какую-то программу организовать, они вот покупали туда чай, конфеты и так далее. Вот соратники наши написали о том, что, в общем-то, есть возможность передать в эту библиотеку, скажем так, гуманитарный груз. Вот у нас появилась такая идея собрать, в общем-то, какие-то там, ну, я не знаю, смешные... Плюшки. Да, можно, можно, плюшки, можно какие-то смешные деньги на эти конфетки, бараночки. Давай лучше понедельник адрес, скажем, там же наверняка наши соратники есть в этом городе. Да, 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 то есть мы сейчас соорганизуемся и вот такой, может быть, интерактив, да, гуманитарную помощь этим библиотекарям окажем. Да, тут вот пишут страшный сон Путина, это Ралдугин пропал. Ну, Ралдугин пропал, это такой интересный момент. В Булакове арестовали мужчину из-за ревности до смерти забившего мать троих детей. Ну, свою жену он забил, ну, видишь, вот это постоянно продолжается, ну, не из-за ревности, конечно, это все происходит. Потому что, когда более-менее ситуация в стране нормальная, таких преступлений на бытовой почве становится гораздо меньше. А тут вот сейчас они растут. И вот пишут, МВДшники докладывают, что ущерб от преступности в России вырос более чем на треть. Ну, я думаю, что он гораздо больше вырос, просто люди не обращаются очень часто, потому что полиции никто не доверяет и рассматривает это как произведение Пушкина. Суд наедет, отвечай-ка, с ним я век не разберусь. Кому это надо? То есть все равно ничего не найдут, то будешь бегать туда как дурак. Потратишь кучу времени и заработаешь геморрой. Поэтому, мне пишут, вы сказали об этом еще в 13-14 годах, что будет уровень преступности расти. Ну, для этого не надо было быть Нострадамусом, чтобы прогнозировать рост преступности. Почти 900 террористических преступлений МВД, говорит, зарегистрированы в Российской Федерации с начала 16-го года. Но если те преступления, которые они там рисуют, да, что кто-то там перепост сделал, то можно, почему 900, это очень мало, можно и 900 миллионов таких преступлений. То есть по, я не знаю, по 20 штук на каждого там. Ну, видимо, сколько палок было, столько и зарегистрировали. Ну, да. Россиянин, усыновленный итальянцами много лет назад, жестоко расправился со своими приемными родителями. А здесь вот как закон Димы Яковлевы, да, вот представляешь, то есть, да, как-то вот наоборот. Все обычно там пеняли на родителей, на этих, что они жестокие с усыновленными детьми, а здесь вот обратная реакция. У бомжа на Гелендвагине в Москве нашли пистолет ТТ. Ну, интересно, кто этот бомж по национальности. Я так понимаю, что там просто не смогли договориться, что человек постоянно ездил, нет у него в Москве регистрации, там какие-то люди находились в салоне, у которых тоже нет регистрации. Интересно, где у них есть регистрация. Я думаю, что где-то в республике Кавказа, да, вот. Пистолетик ТТ, а что, ерунда какая-то. В Москве пешеход обстрелял, не пропустивший его на земле автомобиль. Причем раньше обстреливали из всяких травматических, там пневматических, а сейчас вот рассказывают, что в машину стрелял гражданин из пистолета с глушителем. То есть такой какой-то киллер идет, причем раньше из травматов стреляли автомобилисты. А это идет пешеход такой, может быть, кого-то застрелить с пистолетом с глушителем. Ну, для самообороны, наверное, пистолет с глушителем не носит. Вдруг раз кто-то им там на переезде не пропустил его водитель. Ну, ах ты водитель, разуставь, бум-бум-бум, в смерть такое, развлечение опять. Молодец. В Москве предотвратили побег из СИЗО лидера банды черных риэлторов. Это вот анекдотичная совершенно ситуация. Почему? Потому что как вот этот главный черный риэлтор планировал сбежать. Все очень просто. К нему подошли эти местные шныри, говорят, хочешь сбежать? Хочу. Ну, там или не хочу, я не знаю, это уже не имеет значения. Они представили каких-то двух людей, которые, значит, должны были конвоировать. Но это не те конвоиры, а какие-то другие конвоиры, которые, значит, оперативные работники, и которые его задержали. Конвоировали в тюрьму, конечно. Да, и в тюрьме они его задержали, потому что он хотел сбежать. Что вообще? То есть пришли, говорят, так, с вещами на выход. Чувак выходит, они уведут, говорят, ах ты, кот такого, бежать хотел? Все, мы тебя поймали, давайте быстрее понятые, видите, вот он где находится. Он уже там вот в трех метрах от своей камеры. Что вообще творят? Я вообще не понимаю. Медаль мужикам вся. Да, они вот, представляешь, провокацию. Там бабушка троих заказала менту, да, там, нет. А здесь вообще просто, ну, вот теоретически они просто выводят его из камеры, отводят, там, в другой корпус, или там, я не знаю, ну, куда они его там ведут, куда хотят. Да, потом останавливают, да, все, ты бежал, мы тебя сейчас, значит. Хорошо не застрелили, или да? Безумие. Тогда бы палку не поставили. А? Тогда бы палку не поставили. А может две наоборот поставили? Да, это откуда ты знаешь, какие у них там условия. Россиянка похвасталась, как прикурила от вечного огня. Да, автографию такую повесила, и в связи с этим такой шухер произошел, что вот россиянка прикурила от вечного огня. То, что вечно эти огни гасят, сами гаснут, и, в общем-то, много всякого непотребства с ними. Это не страшно, да, то, что какая-то глупая баба прикурила от него. Ну, прикурил и прикурил. И что с того, что случилось? В чем общественная опасность? Ну, бескультурная она, но это ее уровень культуры, и что это? Ну, все смеют обсуждать, какая злодейка. Ее, наверное, теперь забанят по жизни. Вчера, помните, забанили игроков города Второго? Правильно написано, это настоящая ватница. Вот точно, прям, ну, сто процентов. Ветеран, облитая зеленкой нашествии 9 мая в Славянске, жила? Да, сообщили, что там ветеранов в Славянске в этом облили вместе с... Господи, как ее... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот, с некой Королевской, которая от оппозиционного блока. Ну, то есть там было что-то. Я так понимаю, там шла эта Королевская, с ней ветераны, какие-то националисты украинские, значит, там лили зеленкой, и попало это на ветеранов, и так далее. И, в общем-то, ну, что я могу сказать? Я не знаю насчет вот оппозиционного блока и Королевской, и националисты как-то украинские могут как угодно разбираться. А ветеранов-то, конечно, трогать нежелательно по многим причинам. Я понимаю, что сейчас несколько извращенные там представления, может быть, о победе, о 9 мая, и здесь большая, в кавычках, заслуга Путина. Но я вот, что бы посоветовал националистам украинским прочитать Майн Камп, я бы посоветовал Гитлера. А знаете почему? Потому что, чтобы они понимали, что было бы со всеми славянами, если бы Гитлер победил. Там в Майн Камп, в общем-то, все черно-побел написано, так что никаких сомнений. Когда рассказывают, как было бы хорошо, если бы Гитлер победил, ну, читайте первоисточники, и вы узнаете, как было бы хорошо. То есть, я не думаю, что было бы хорошо. Поэтому, то, что они сейчас живые, в общем-то, это заслуга ветеранов и никого другого. Поэтому ветеранов надо уважать. С оппозиционным там блоком, с кем угодно, как угодно можно разбираться. А ветераны, это табу, это все люди, которым надо низко в поиск кланяться. И все. Как бы тут двух мнений быть не нужно. Следователи предъявили обвинение за начальника. Как королевская тварь, которую оплачивает Пукин. Я говорю, меня совершенно вот она не интересует. Меня там как угодно, кого угодно можно обливать зеленкой. Я говорю, с ветеранами очень учтиво, почтительно надо обращаться. И ни в коем случае, чтобы не было никакого негатива. Потому что люди очень старые. Вот она бы реально, бабушка, умерла бы. Сайского греха. Ей 91 год, конечно. Следователи предъявили обвинение замначальника колонии федерального казенного учреждения. Колония-поселение номер 11 УФСИН Паренбургской области по двум статьям УК РФ по делу о сексуальном насилии над усужденным. Сообщает в пятницу СУСК Паренбургской области. Да, во многих колониях и следственных изоляторах присутствуют различные формы прессования, так называемые пресс-камеры и так далее. Вот одного человека самовозы прессовали. Почему? Ну, потому что, видно, как неудобен оказался. Его сейчас взяли под стражу. Ну, я напоминаю, потому что с ним ничего хорошего. Там под сторожей не будет, тем более в ретайких обвинениях. Ростовского гаишника осудили за кражу денег у жертвы ДТП. Да, такая, еще, значит, это было в восьмом, в шестом году, разбились люди, у них кто-то похитил деньги. Вот сейчас предъявили обвинение этому гаишнику, вернее, осудили его уже. И там на три, что ли, на сколько, на три года его осудили. Ну, в общем, небольшой срок, ну, может быть, потому что все остальное время он вел себя десять лет, да, вел себя хорошо. Ну, или не попадался. Десять лет он не попадался. А тут его уличили, значит, кражи в восемьсот тысяч рублей. У покойников он украл, в общем-то, что говорит о том, что ни в бог, ни в черт человек не верит. И пофиг Морозову. ГИБДД объяснило критерии опасного вождения. Да, как объяснил это вообще? Это неоднократное совершение одного или нескольких опасных действий, следующих друг за другом. Кто знает, что такое опасное действие? Вот какую-то херню написали. Вот, если есть, по мнению, опасное вождение, то, значит, есть безопасное вождение? Ну, кто мне объяснит, что такое, если есть опасное вождение, значит, нужно безопасное вождение? Мудаки, нет безопасного вождения. Нельзя водить безопасный источник повышенной опасности. Уроды! Тружениц Тио из Саратова написал письмо Папе Римскому с просьбой заменить окна. Да, вот такая интересная вещь. Из Саратова у нас много новостей. Причем мы их берем с федерального сайта. Как-то вот здесь усиливается вот этот информационный поток. Вот женщина в прошлом году еще несколько жительниц, вот 92-летняя жительница Тружениц Тио Анны Кротова и какие-то еще ее соседи заказали окна пластиковые в фирме. Они сделали предоплату, ну и получили от одного места уши. То есть им ничего не дали. Они обратились в прокуратуру, в следственный комитет, в полицию. Ну и везде отворот-поворот они получили. После этого они, вот, она, вернее, Анна Кротова написала письмо Папе Римскому с просьбой установить ей пластиковые окна. Так что... Он ей не ответил. Да? Он ей не ответил. Ну, это только сейчас случилось. Я думаю, нам надо найти Анну Кротову, оказать ей какую-то помощь, поддержку с этими пластиковыми окнами. Тем более, что у нас есть, в общем-то, и знакомые, кто такие вещи устанавливает, и кто не обворует. Поэтому... Путин заявил о необходимости создания нового российского самолета. Да, видишь, вот. Ну, царь не должен думать о каждом. Царь должен думать о важном. Мы все помним, Варвара, краса, длинная коса, да? Чего там ему о какой-то Анне Кротовой думать, о каких-то ветеранах, там, о чем-то. Это вот он глобально самолет бы сделать. О, какой! Ну, Путин, да, он большой любитель делать самолеты. Правда, ни хрена ничего не получается ни в малом, ни в важном, но надо, надо стремиться к этому, да? Соратники пишут, что мошенники теперь создадут компанию «Окна от Папы Римского» и продолжат обманывать пенсионерок. Да, есть тема. И самый быстрый вертолет в России появился, правда, никто его не видел. Слишком быстрый. Да, ну тот анекдот. Помнишь, когда мужик едет в машине, а мимо 110, а мимо курица пробегает и убегает на птицефабрику. Он заворачивает, там что, встать, он говорит, сейчас курица мимо меня пробежала. Я говорю, 110 шел. О, говорит, это очень быстро бегает. Это особо вкусная мясная порода. Говорит, а что, реально вкусная? Говорит, да никто не пробовал. Догнать не мог. Вот так и здесь. Никто не видел. Так летает вертолет. Но обещают, что первый полет, вот все уже знают, представляешь, вот РНТВ знает, потом РИА Новости знает, Росбизнес знает о том, что это самый быстрый вертолет. Но, тем не менее, первый полет он совершит только в июне. Он же вообще не летает, да, но он уже самый быстрый. То есть, на тренажерах там у них показали бешеные скорости. Мальца, у тебя путинское представление об украинских националистах. Почему у меня нет никакого путинского представления? Не приведи Бог. Меня даже в таких вещах не надо обвинять. Я просто, что если реально там ветеран как-то пострадал, это очень нехорошо. Это реально нехорошо. Что же? С точки зрения любых националистов. С любых националистов это нехорошо. Зачем? В России начались испытания разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Как мы и говорили в прошлом году, то есть у Путина к апрелю, мы сказали, появится меч-кладенец, скатерть-самобранка, но и многие другие вещи. Вот они все появляются. Вертолет, который быстрее всех летает. А «Орион», который там самый лучший в мире беспилотник, фиг его знает, но как бы, может он и таковым и является, но в чем я сомневаюсь. Но расписывают, что это просто не вещь, что этот беспилотник просто вообще. Дмитрий Песков заявил по поводу истории с УАЗом. Конечно, эта история не имеет никакого отношения к качеству машины, не может служить каким-то основанием для заключения о качестве машины. Поэтому давайте с юмором и доброжелательностью относиться к подобным курьезам. Да, с юмором надо относиться к тому, что пизданулись все космические корабли, какие только можно. В том, что самолеты падают, в том, что самые быстрые вертолеты еще не летали. А тут вот то, что от УАЗика. Ну, это же из этой же серии. Оторвалась ручка. Почему она оторвалась? Значит, они втирают, что вот потому, что надо было завести УАЗик, тогда у него все разблокируется. Ну, далеки от мыслей, что Путину показывают УАЗик и закрыли специально, чтобы он не мог там рвать эту ручку. Ну, понятно, что все сделано таким образом. Рогозин назвал мистическую причину переноса запуска с Восточного. Вот мне написали про то, что транспортную трубу в США вчера испытали. Ну, не вчера, еще в апреле испытали. Какой тут нафиг вертолет? Ну, одно другому не мешает. В Америке есть транспортная труба, а в России нет самого быстрого вертолета. Да, мистическая, видишь, причина. Ну, мистика, правильно, Парагозин говорит. Вова бедоносец. Дмитрий Олегович, Вова бедоносец. Я 10 раз могу тебе это сказать. Поэтому, это мистическая причина. И поэтому все будет в руках, говно ржаветь, все валиться будет, пока здесь Вова. Вот ничего вы не сделаете. Ничего. Я вам железно говорю. Россия оказалась на 15% дешевле, чем Фейсбук. Не, не. Вот еще Путин велел Рогозину подтянуть галстук. Путин проходил мимо Рогозина. Увидел, что он такой небрежный. Но Рогозин всегда галстук висит. Наверное, Путину кто-то подсказал. Я даже полагаю, кто. И он, проходя мимо, сказал, галстук, Путин, как в этом, в Кавказской... Шляпу поправь, шляпу поправь, да. На что Рогозин, видишь, не нашел, что ответить. Я думаю, что вот был бы я там, Крохин или кто-нибудь на месте Рогозина, да. Мы бы сказали ему, как в этом, в Покровских воротах. Я попрошу без амикошонства. Помнишь, там очень хорошо было бы. Ну, Рогозин, видишь, зассал ответить. А, шляпу сними, шляпу не поправь, да. Шляпу сними, шляпу сними, да. Шляпу сними, Кавказская пленница. Да, Россия оказалась на 15% дешевле, чем Фейсбук. Но Путин это ни в коей мере не обижает, да, не унижает. У него совсем другие дела. Ему надо там вон что. На Фейсбуке-то виланчели не продают. Да, и там оттуда не откатишь ничего. И сегодня мы нашли, как раз до эфира, совершенно случайно наткнулись на объявление на Авито о том, что продают Благовещенск, город Благовещенск за 50 миллионов рублей, если кто-то хочет приобрести город Благовещенск. Да, есть вот предложение. По дешевке отдают. По дешевке. С людьми, наверное, да. Сейчас нас всех продадут. Москва задумается о купировании угрозы после размещения ПРО США в Румынии. Да, видишь, какая прелесть. В Румынии ПРО устанавливает, а Путин заявил, что это часть ядерного потенциала Америки, а не оборонительные системы. И теперь, после размещения этих элементов ПРО, мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникшие в отношении безопасности Российской Федерации. Купировать уши можно только, да. Угрозы лучше предотвращать хвост. Ну да, ну хвост, уши. Угрозы, конечно, лучше предотвращать. А Путин почему-то не просто их не предотвратил. Он их как-то пробудил, эти угрозы. Он их подтолкнул, в общем-то. Он был инициатором. Вот представь, в 2012 или в 2011 году, что кому-то в голову пришло бы в Румынии систему ПРО организовывать. Конечно, пошли они нафиг эти Румынии там на своих телегах. Зачем нам там организовывать какой-то ПРО? На самом деле, это очень легко объяснить. Вот сегодня вся ВАТА ТВ, на самом деле, весь день говорили про эти ПРО. Вот прям серьезно, с самого утра и прям, наверное, до нашего эфира говорили про эти ПРО. А рассказать все можно очень просто. Вот представьте, любому из вас, уважаемый зритель, сейчас придет человек какой-нибудь знакомый, незнакомый, неважно, и скажет, купи бронежилет. Ну вы ему, наверное, скажете, а нафиг мне бронежилет, он мне не нужен. А через неделю у вас на улицу будет бегать какой-то сумасшедший с ружьем и палить в разные стороны, попадать, не попадать. И никто ему не может ничего сделать. И к вам подойдет этот же человек и скажет, ну что, бронежилет-то покупать будешь? Наверное, вы как-то уже по-другому отреагируете. И вот этот ненормальный с ружьем, это как раз Путин. Потому что лупанул уже и по Украине, и по Сирии. И, в общем-то, правильно вы сказали, что в 2012 году наверняка, если бы Румы нам сказали, что кто-то там купит бронежилет или установит систему ПВО, то они, наверное, очень громко бы посмеялись. А сейчас уже смеяться поздно. Да вообще непонятно, о каких угрозах говорит Путин, если ПРО это чисто оборонительная система. Нет, но он имеет в виду, что вот злые американцы захотят, они ударят. И тогда они будут думать, что у них есть возможность безнаказанно ударить, потому что есть система ПРО. То есть они ударяют, а ответный удар они блокируют системой ПРО. У них же и так есть такая возможность. Ну это да, причем не системами ПРО, а совсем другими системами. Но все еще круче. Опять-таки ВАТА-ТВ врать не может. Там эксперт сегодня, генерал какой-то, рассказывал о том, что вот в эту систему, которую установили в Румынии, возможно ее очень быстро передислоцировать и воткнуть туда томогавки. То есть вот система эта томогавка, которая, по-моему, по Югославии из нее стреляли, ракета томогавка, сказали, что там что-то не то ли 3, не то ли 4 часа необходимо на то, чтобы вот эту ПРО переоснастить томогавками. Так их и так можно подтащить. Любой корабль подойдет и стрельнет. Зачем ПРО-то нужно для этого? Против ракеты это, в общем-то, система, которая не даст возможность ответить. Об этом речь идет. То есть ты не можешь ответить. Почему? Но в советский период стремились подписать соответствующие договоры. чтобы не было систем противоракетной обороны. Начинали с того, что противоракетная оборона может быть только у Москвы, либо у какого-то военного объекта. В Соединенных Штатах выбрали военный объект, в Советском Союзе выбрали Москву. То есть ни один военный объект системы ПРО у нас не охраняет, противоракет нет. Только Москва охраняется. А там соответствующая база. И вот поэтому как-то все это, в общем-то, странно. В нынешних условиях, когда развиваются технологии, и системы вот-вот будут заявлены, причем практически официально, которые гораздо серьезнее, вот этой системы ПРО, то есть космические всякие системы. Не знаю. Посмотрим, что из этого получится. В Бразилии арестовали подозреваемых в шантаже супруги президента. И его президента, да. То есть какая-то вот 32-летняя Марсела Темер, она супруга, исполняющая обязанности президента, так как Девину Русев отстранили от должности временно, то, значит, вот ему 75, этого Мишеля Темеру, а жене 32. И она там разместила свои, на свои, я так понимаю, ну, в почте или где там какие-то интимные фотографии, они их похитили, и ей предъявляли, вот она их сдала, их задержали, ну, в общем, все очень весело. И вот Эрдоган заявил, что Черное море превратилось в Русское озеро. Ну, это заявление о чем? Это заявление о том, что он предлагает туда, вводить корабли НАТО, и, в общем-то, он имеет, единственно, имеет такую возможность, потому что Босфор у него в руках, а иначе туда нельзя приехать. Не, ну, можно по Волге, там, через Волгодонской канал, потом в Азовское море, и так далее. То есть есть и другие пути, речные, там, или по Днепру, или по Дунаю, но вот основной, конечно, все-таки путь морской, морской, и этот морской путь в руках Турции. И если Турция заявляет о том, что надо что-то менять, значит, будет что-то меняться. Значит, будет группировка НАТО более серьезная находиться в Черном море. И тогда вот это переоборудование ПРО для стрельбы различными крылатыми ракетами, это будет просто очень смешно, когда тут под боком, да не так, под боком стоять. В мае гуманитарная помощь была доставлена лишь в два из 18 осажденных районов Сирии. Мать ж не тупишь, мару окупант, что-то облили, а ветеранам не нужно было рассказывать. Давайте ветераны сами определятся, куда им рассказывать, куда не рассказывать. Мы даже слова ни одного не говорим, когда ветеран поддерживает, есть определенная часть, правда небольшая, поддерживает там Путина и его режим, да ради Бога. Но это их личное мнение. Что мы можем этим людям высказать? Какое мы право-то имели что-то высказывать? Дайте им дожить спокойно этим людям. Просто речь идет о чем? Многие вот пишут, что вообще этой ситуации не было, что это путинский, ну, то есть ВАТА ТВ, в общем-то, спродюсировала. Мы вполне, наверное, допускаем. Да, допускаем. Мы не хотим сказать, что там кто-то там, на украинских националистов мы не наезжаем, просто сам факт того, что если это случилось, то это неправильно, если это не случилось, то вопросов нет. Нет. И не важно, украинские это националисты или какие-то другие. Я могу сказать, чтобы все понимали, и ни украинские, ни русские националисты, никакие другие не могут всегда быть правыми. Ну, бывает так, что иногда какие-то случаются вещи, когда люди неправы, но для того критичность мышления нам и дана, чтобы мы могли, в общем-то, если мы неправы, сказать, ну да, я неправ, там, извините, там, туда-сюда, ну, чтобы можно было корректировать свои действия, вот главное, чтобы не упираться, нет, я вот, я всегда прав. Ну, не бывает такого, все мы люди из мяса, из костей, мы не можем быть всегда правыми, так что, Сергей Правин сказал, мы ни на кого не наезжаем, ну, просто, в общем-то, предостерегаем таким мягким образом. В мае гуманитарная помощь была доставлена лишь в два из восемнадцати осажденных районов Сирии. Ну, и это понятно, для чего делается. Два из восемнадцати осажденных районов, а в других районах голод, это сделается для того, чтобы люди оттуда бежали, для того, чтобы они стремительно бежали на Запад, прорывали всякие кордоны и так далее. Кто не дает доставлять гуманитарную помощь? Войска Асада не дают. То есть, это же... И говорят, вот, давайте мы там ведем переговоры, сейчас мы там переговорим, тогда мы... Вы доставите гуманитарную помощь, и он одному миллиону человек. Нормально, да? А до этого они что, зубы на полку? В Таджикистане заблокировали нескольких оппозиционных СМИ. А, тут вот еще видео было, ракета ИГИЛ догнала солдат сирийской армии. Это вот такое в художественных фильмах не увидишь, советую посмотреть. Да, в Таджикистане заблокировали и радиус свободы, и все, что хочешь. Ну, в общем-то, там та же самая ситуация, только в более рафинированном виде, что и здесь. Там такой же сидит Путин, Рахмон его зовут, и пытается что-то там рулить. Но тот открытый мир информационный, который сейчас есть, он не дает такой возможности рулить по всем фронтам. Поэтому надо закрывать его. Учителя Мнукусского района Узбекистана начали выдавать зарплату цыплятами. Да, ну, тут писали в январе, что и в Туркмении там какими-то баранами выдавали, причем мне нравится при государственном предприятии туркменские животные. Вот такое название. Ужасно, страшное название. Не выдавало оно баранами. А вот тут, наверное, узбекские куры. Должно предприятие называться, выдают цыплятами. Ну, мы понимаем, то есть вот здесь про Туркмению так на 100% сказать нельзя, то в Узбекистане, конечно, бедность. У меня товарищ работал несколько лет подряд, может быть, лет 10, наверное, в Нукусском этом районе. Там жуткая нищета в этом Нукусском районе. В общем, ужас, конечно. То, что он рассказывает, это страшно. Но он всегда доволен, он любит мясо, он приезжает и там за копеечку, сколько он на вахте там работает, за копеечку нажирается. И таких шашлыков, и вот таких шашлыков, потому что денег нет. Украина откажется от Евровидения в случае победы Лазарева. Вот такой глава национальной телекомпании Украины Зураб Ослани заявил о том, что откажутся, если Лазарев победит. Вот вопрос такой. Странно, тут по-разному можно комментировать, но телевизионщик говорит, если Лазарев победит, я в следующем году откажусь от денег. Я говорю, возможно. Откажутся Украиной или не откажутся? Телевизионщик говорит, я от денег откажусь. Более корыстных людей, чем телевизионщики, я вообще не видел никогда. Кто более корыстный. Банкир? Банкиры? Да не сказал бы это. У меня было несколько знакомых банкиров, я бы не сказал, что они бескорыстные, они конченые жулики были, но им нравился сам процесс, даже не столько деньги, сколько процесс что-то там выкружить. У телевизионщиков по-другому, им деньги нравятся. Кооператив Озеро? Да, да, Кооператив Озеро, конечно, это как бы рафинированные, жадинные. А вот много информации я посмотрел связанной с шоу-бизнесом. И вот она везде в топах. То есть там что-то взорвалось, сломалось, и при этом какая-то Боня пришла на Камский фестиваль без нижнего белья. И это в топах рядом с какими-то там запредельными вещами. Или там какая-то Бородина уехала с мужем на райские Мальдивы. Представляешь, это такие топовые новости. Без них мы просто как без рук. Половина, я даже не знаю, о ком речь идет. я там без нижнего белья решил посмотреть. Думаю, красоты необыкновенной. Нет, представляешь, обманули меня. Зря я только там кликнул, кликнул, а там в общем не то. СМИ сообщили об отсутствии планов обмена Савченко на бойцов ГРУ. Ну, то, о чем мы говорили. Естественно, что не будут прямую, там, вот, как это, в кино мертвый сезон там на мосту менять и так далее. То есть, мы говорили, что Савченко отправят отбывать наказание туда, этих отправят сюда. То есть, это, наверное, принципиально для них было, чтобы не было вот этого обмена. Почему-то для Путина это принципиально, почему я не знаю. Ну, у них свои там мозги, они как-то по-своему это определили. Президент Владимир Путин на праздновании 25-летия ВГТРК заявил, что информационная лента российского телевидения является правдивыми и помогает бороться с монополией в информационной сфере. Да, такой молодец. Он сказал, что мне хотелось особенно отметить. Во-первых, ваши новостные ленты, они, безусловно, пользуются доверием и интересом большим у людей. И прежде всего, потому что они являются правдивыми и очень содержательными и интересными. Мне кажется, мы разные телевидения смотрим с Путином. Я не знаю. Представляешь, вот я говорю, он уникальный человек, он создал телевидение, которое вещает для него, он его смотрит, он ему верит, то есть вот это пропагандистское телевидение Путин смотрит и ему верит. У человека же есть критичность мышления. Ну да, ты создал машину пропагандистскую, которая врет народу, но ты-то сам зачем этому веришь? У тебя мозги что-то отсутствуют. Представляешь? И он, я уверен, все смеются, а я уверен, что он думает, что так оно и есть, что весь народ там как один, тотально радуется, глядя этот первый канал и верит тому, что там говорят, потому что он живому верит. кстати, вот соратники, я знаю, что среди нас есть психологи и психотерапевты, не дайте мне соврать, это одна из форм психических расстройств, когда человек теряет грань между собственной ложью, то есть он начинает врать самому себе и верить в это. То есть когда человек очень много врет, потом он перестает терять вот эту, перестает ощущать эту грань. основной признак, по которому ориентируется в первой беседе психиатр, это критичность мышления. Если человек не критично мыслит, значит у него уже беда какая-то. Ну не обязательно он дурак, но близко к этому. То есть критичность мышления. Здесь полностью критика отсутствует. То есть человек все, он там полностью, полное погружение, я бы так назвал. И вот еще особенность одна. Представляешь, вот он в ГТРК поздравляет. Где он его поздравляет? В Сочи поздравляет. То есть как в том анекдоте про Ленина слышу, в Геноцвале, ты туда зайдешь на него посмотришь, или нам тебе его сюда вынести. Так и здесь ему выносят все в Сочи. Понимаешь, он там сделал столицу, пошел в ГТРК поздравлять, ну а куда? Ну в Сочи конечно, там отделение. И туда все приехали к нему, он там сделал столицу, это некое место силы, от которого он бегает как черт отладок. При любой удобной ситуации он лучше свалит в Сочи, но не будет там ни в Кремле, ни в Москве вообще. Поэтому интересно, он сказал еще сейчас вот он сказал, что необходимо доставлять альтернативную информацию для зрителей и слушателей. Это о чем? Как ее доставлять? Вот мы доставляем. посадили. Да, благодаря этой работе в значительной степени мы преодолеваем тот информационный монополизм, который используют некоторые наши оппоненты, я имею ввиду монополию на мировые средства массовой информации. То есть там монополия, а здесь альтернативная точка зрения и правда. Представляешь, что у человека глайд там, монополия, там сидит Обама, такой злой обезьян, который сказал, нельзя ничего там писать, вот так только надо. Блин, просто вообще все шиворот на выворот, все с головы, с ног на голову перекручено. Хочу вас поблагодарить за эту работу, потому что она реально востребована, она нужна и не только для обеспечения нашей внешнеэкономической деятельности, то есть она нужна для обеспечения внешнеэкономической деятельности, это первое, представляешь, а для того, чтобы доставлять альтернативную информацию для зрителей и слушателей, монополия всегда вредна в информационной сфере, тем более, даже если мы в чем-то ошибаемся, ну хорошо, мы имеем право об этом сказать и люди, слушатели и зрители должны услышать, увидеть альтернативную точку зрения, что он про нее заладил, про эту альтернативную точку зрения. Ну, насчет монополия он не соврал, действительно, если он сравнивает Россию с Северной Кореей, то нет вопросов. Ну да, и вот вслед значит за топ-менеджерами из РБК увольняются другие сотрудники, это как раз ответ Чемберлину, вернее Путину по поводу плюрализма, про который тут же сказал Песков, что там Путин, он за плюрализм в СМИ, и по поводу альтернативной точки зрения. То есть, там чуть-чуть не альтернативная точка зрения, а такая же точка зрения, но чуть под другим углом, и все, людей уже изрезали, и ты мне задал вчера вопрос, я тебе ответил, но, видишь, Путин не заставился долго ждать, и все закончилось очень быстро. Наверное, одна из самых таких печальных в информационной сфере новостей за последние полгода, вот лично для меня, да, потому что РБК действительно, наверное, из таких реально крупных платформ, вот как я считаю, может быть, кто-то поспорит, была, наверное, все-таки последней. До этого была лента, до этого было РИА Новости, все мы прекрасно знаем, во что они сейчас превратились, и вот теперь такая же участь у РБК. Есть, конечно, какие-то менее, та же Медуза, да, то есть платформы менее крупные, которые все еще держатся, но вопрос вот, насколько их хватит. Он пишет, конфабуляция, ну нет, это не конфабуляция, конфабуляция замена информации грубым вымыслом, как правило, или провалы в памяти у человека, там какая-то амнезия, при психических заболеваниях он начинает выдавать, спрашивает, например, ты там вот в такое-то время был, где? Он думает, да мы там с дружком, блин, он там бухал, стоял вон там в магазине, а он говорит, ну и с дружком мы это, в ДНР ездили воевать и начинает причесывать и вся рот разница, ты иногда так причесывает, что подумаешь, ну да, нам едем и воевал, а вот себе пробухался, проспался, ну да, если человек сам вот это делит. Вот так вот есть конфабуляция, причем он настолько хорошо рисует и сам помнит, как помнишь, это Говорухин вспоминал, как Высоцкий, ему же сказал, как на Таганке алкоголик, у них там какой-то Паша, Миша, там вот, которого как раз Садальский изображал, так, кцелек, кцелек, какой кцелек, ну, взяли типаж, грузчик, он алкаш, ему 30 лет, это 70-е годы, то есть, он может быть, в 40-м году там родился, а он уже у него там в голове что-то не то, и он кидал ящики и оторвал себе палец, и у него пальца нет, и, значит, он месяца два работает, там, это буфетчество, там, Зина, он говорит, Зин, а что это у меня пальца нет, она говорит, ну, как же там, Леша, Миша, я же не помню, как же, ты же палец оторвал, мы там к тебе в больницу ходили, и там, это, приносили тебе там апельсины, все такое прочее, он все рассмотрит, а может, это у меня с войны, Ну, кстати, это не конфабуляция, это просто провал, вот если бы он ей начал причесывать что-то с войны и рассказал бы даже, как он палец потерял, ну, вот это было бы как раз то, что есть. Венедиктов заявил, уход руководства РБК означает смену редакционной политики, представляете, какой он молодец, это вообще обозначает уход руководства РБК, это означает закрытие последней двери, последней двери в СМИ, то есть теперь только интернет, все, там уже больше ловить нечего, и там никакой правды, про которую говорит Путин, и альтернативные точки зрения мы не услышим и не увидим. В России полностью обособят интернет к 2020 году. Ну, это мечты их, да, вот они тут заявили, Минкомсвязь и все остальные, что в 2020 будет своя чебурашка или какая-то там собирая рунет такой, какой-то свой, такой, корейский. Не будет этого. Во-первых, ну, в 2020 году их никого не будет. А во-вторых, даже если вдруг предположить, что до 2020 года сохранится Путин, он может сохраниться только в условии, если вот сейчас вдруг появляется какой-то хитрый умный премьер-министр, да, и начинает вот эти откручивать гайки, причем целенаправленно потоки направляя, и один из этих потоков это интернет. То есть, дает возможность ни в коем случае никого не стригут на бабки в интернете, то есть, всем дает возможность работать, еще туда заряжают денег в интернет, чтобы все туда полное погружение произвели, там могли зарабатывать деньги, ну, и так далее. То есть, теоретически, теоретически, вот, ну, если пройти между струек, как-то вот, ну, это надо быть очень умным, то можно это сделать, но ни в коем случае, не закрывая интернет, а наоборот, открывая и давая максимальные возможности. Ну, на самом деле, вот, все иронизируют, да, по поводу Северной Кореи, что у них там высаживают люди на солнце, да, чемпионат мира по футболу сборная выиграл и так далее. А по сути, чем отличается сейчас пропаганда российская от пропаганды Северной Кореи? Только уровнем бреда. То есть, инструменты-то используются те же самые, только разный уровень. То есть, если у нас уровень бреда там на 50%, а у них на 90%, это не повод говорить, что у нас все хорошо. И вот я хочу напомнить закрытие интернета и так далее. Хочу напомнить ни много ни мало предвыборное обещание Владимира Путина, тогда кандидата в президента России, когда он еще был на посту премьер-министра, и он заявил, очень у него интересная такая интерпретация была, что власти не будут чикать интернет в стране, это точно. Ну, чикать в смысле отрезать, закрывать. И он пояснил, что это озабоченность спецслужб, которые там имеют возможность использования этих ресурсов, противоречащих интересам обществу, это озабоченность спецслужб. Что касается моего личного мнения, как вы спросили, то я не считаю возможным что-либо ограничивать в интернете, это уж точно. Да, ну, быстро меняет свою точку зрения, кардинально. Причем, не факт, что через некоторое время он снова не развернется на 180 градусов, или на 90, там, я не знаю, на сколько, на 30-60, ну, как вентилятор. В зависимости от уровня Покса. Роскомнадзор разрешат блокировать сайты без решения суда с конца мая. Ну, у прокуратуры есть такой инструмент, но что-то особо сильно, я так понимаю, это не работает, потому что вообще весьма сложно что-то кого-то где-то блокировать, ну, какие-то сайты можно заблокировать. Вот мы сегодня разговаривали по поводу Ютуба, но я не думаю, что могут они взять, вычленить и что-то заблокировать. Как ты это сделаешь? Не знаю. Правительство поддержало поправки к антитеррористическому закону. Да, вот это вообще, то есть они сейчас пошли такой стеной, свиньей пошли, как тевтоны, да, такие, пошли, то есть у них этот, Рунет в 2020-м будет Великой Китайской стеной защищен, у них там всех, значит, эти Роскомнадзоры всех будут отключать, а еще они вот антитеррористический закон, который туда же. Он называется антитеррористический закон, но он никаких террористов не касается. То есть те, которые будут осуждены по этой экстремистской статье, даже по 282-й, у кого судимость не погашена, тех нельзя за границу пускать, они могут не пускать. Причем здесь терроризм, вот тот человек, который делает репост, и они его за это сажают, он теперь не сможет выехать за границу, потому что как бы он не стал террористом, о чем речь вообще? Там даже очень интересно, дело в том, что не нужно решение суда, что такое, нужно просто предупреждение ФСБ официальное о том, что не нужно заниматься террористической деятельностью, и все, это не выездной. И причем ни одно российское СМИ в таком ключе не поставило вопрос, что в России теперь принят закон, ну или там на этапе принятия, на основании которого без решения суда человеку запрещают выезд за границу, это первое, а про второе я забыл. Еще вот предлагают дополнить уголовный кодекс статьями, такими статьями, как международный терроризм. Вот, международный. А вот вспомнил, да, почему запрещают выезжать за границу авторы законопроекта, вы знаете, какая у них мотивация? Они говорят, что если значит будут выпускать таких опасных граждан за границу, то они там могут проходить какие-то международные курсы терроризма и могут повышать свою профпригодность террористическую и возвращаться сюда уже подготовленными. Ну на самом деле это форма наказания, они же понимают, что для многих людей либерального толка такая отдушина выезд за границу, чтобы можно было вдохнуть полной грудью, вынырнув из канализации. Они не хотят, чтобы это было. Ну и правильно, то есть правильно, надо закрыть этот канализационный люк и заварить его, и чтобы здесь все это говно кипело-кипело, потом все равно разорвело. Вот, и значит, еще они хотят содействия экстремистской деятельности ввести статью, не просто экстремизм, а содействие. Как? Да, и вот мне интересно по поводу повышения квалификации террористической, то есть если кто-то сделал репост, и он уехал за границу, то его там как, будут более эффективно делать репосты учить или что, как это делать более изощренно, там, я не знаю, в каких позах лучше делать репосты, как проходит вот эта вот квалификация террористов по их представлениям. А также еще они хотят ввести, внести закон проект о наказании за не сообщение о преступлении экстремистской направленности. Вот кто-то хочет сделать репост, а ты должен позвонить и сказать, он репост хочет сделать, ловите его, граждане быстрее. Ну и самое главное, конечно, о чем речь идет, о том, чтобы переложить то, что они делают сейчас самостоятельно на операторов. То есть, три года, чтобы они хранили все записи телефонных разговоров и все текстовые сообщения. То есть, так это делает сейчас ФАПСИ, этим занимается, то есть записывают всех и все эти разговоры хранятся. Видишь, у них стало по деньгам как-то это очень жестко. Теперь они хотят это переложить на операторов, но те вроде люди богатые, они дают возможность операторам нас грабить, потому что расценки на сотовую связь, конечно, космические совершенно. Вот за это они должны будут хранить такие данные. Дело Махнаткина о дезорганизации работы колонии передали в суд. Да, Махнаткин дезорганизовал, дедушка дезорганизовал работу целой колонии, его постоянно свудят, за что-то сажают, ну уж посадили, ну уж успокойтесь. И там он, блин, дезорганизовал работу колонии. безумие какое-то. Что он натворил такого ужасного? Ну там он дебоширил и на конвоира чуть ли не набросился. Я далек от этой мысли. Но если мы видели кадры, как он избил полицейского, как говорили, что он избил, то есть он там его и пальцы не трогал. А здесь он, оказывается, конвоира там побил. А вы слышали, ну наверняка слышали, про такого прекрасного человека, как Чарльз Бронсон. Это вот мне кажется такой российский Чарльз Бронсон. То есть ему нужно такой тоже вот. Может быть он, кстати, ездил туда-это в Великобританию, там опыта набирался у всяких негодяев. Сюда приехал теперь здесь Дебошей. Махнаткин, конечно, это вот классический персонаж, то есть человека абсолютно общественно безопасного, которого они плющут, потому что он опасен режиму тем, что он не гнется. Вот он никакой общественной опасности не представляет, но он супер опасен для режима, потому что он не сгибаемый. Вот для них они хотят его нагнуть, а ничего не получается, представляешь? Вот они его будут морить в тюрьме безумно долго, сейчас вот они ему еще срок кинут, потом еще срок, потом он у них может стать особо опасным рецидивистом, если мы 5-го, 11-го, 17-го будем жевать сопли. Вот ради Мохнаткина только на 5-го, 11-го, 17-го всех этих товарищей посадить на его место, а его выпустить. В ФСБ в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении преступления предусмотренного стахе 276 УК РФ шпионаж задержан житель Эстонии без гражданства. Да, какой-то Марда Лейшвили Арсен Нодарович, 69-го года рождения, человек без гражданства, якобы собирал какие-то сведения о российской армии для того, чтобы передать эстонским спецслужбам. Какие можно там собрать сведения, которых нет в интернете? Вот удивительно совершенно. Вала ФБ назвал вирусные ролики причиной роста преступности. Ну, он имел в виду, что полиция, которая кого-то проверяет, останавливает, очень боится стать персонажами вирусных роликов, и поэтому лучше не связывается, если там ведутся какие-то записи и так далее. Я думаю, что и наоборот, информационный мир дает возможность этим ФБРшникам раскрыть гораздо больше преступлений, чем они раскрывали. Ну, при помощи телефончиков, видео и так далее. То есть, он хочет, чтобы были только одни вершки и не было корешков. Так не бывает. в Дагестане из-за намарки открыли огонь по полицейским. Видишь, вот та же самая ситуация. Двое мужчин открыли огонь по полицейским, но были уничтожены ответным огнем. странные какие-то там вот эти бандиты, которые открывают огонь по полицейским, ни в кого еще не попали. А ответным огнем их сразу убивают всех на свете. Причем, я говорю, фотографии нет, они уже фотографии не помещают. Я больше чем уверен, если мы сейчас посмотрели фотографии, машина наверняка была бы расстреляна спереди. Классический вариант, поэтому все очень как-то кисло. Это вспоминается картинка, помните, стрельба из АК-47, которую вы назвали херня, из АК-СУ, как она там была, но не суть. То есть не первый раз уже такие странные нападения, когда люди не умеют автомат держать, не умеют его прямо направлять, с двух метров не попадают в противник. Ну вот интересно, я говорю, если не то что материалы дел, просто посмотреть фотографии уже все видно. Даже без материала дела. Я представляю материалы дел, как сразу вспоминается у меня товарищ прокурором в Грозном работал, он ржал все время. Были такие формулировки, особенно по изнасилованию. Совершил половой акт, насильственный половой акт в естественной и возвращенной форме. И там какой-то мент пишет в протоколе и совершил насильственный половой акт естественно в извращенной форме. Вот так и здесь. То есть там особо сильно копаться не надо. Я представляю, следователи Бастрыкинские, когда им приходят такие материалы, они же люди опытные, они же понимают, о чем идет речь. И они помалкивают, а происходит безумие. В Татарстане началась охота на сторонников Хизбар Ут-Тахрир. Хизбар Ут-Тахрир признанно, я напоминаю, незаконной запрещенной организации только в России. Больше нигде не признанно запрещенной. То есть здесь почему-то решили, что они экстремисты, террористы. В общем-то вроде ни один из представителей этой организации не был увлечен в терроризм. В экстремизме то, что они считают экстремизмом, ну да, они там какие-то книжки таскают, какую-то как в советский период называли идеологически вредную литературу. Что-то там может быть это и их дело. Вот сейчас на них в Татарстане охоту открыли, на них в других республиках открыли, на Кавказе охоту в прямом смысле слова. Мы говорили, что те люди, которые просто до этого молились, что-то там между собой твердые, теперь они вполне допускают в Игель пойдут. Они видят это, вроде не работает в систему. По итогам расследования резонансного преступления СКРФ вынес представление командованию батальона Север. Речь идет об убийстве Немцова. Да, вот тут видишь, следственный комитет вынес представление о том, что либо халатно там относятся к своим обязанностям, либо умышленно пытались сокрыть следы причастности Заура Дадаева к преступлению и так далее. Я думаю, что халатно там не относятся к своим обязанностям. И вот в Чечне задержаны участники банк-группы причастные к нападению на КПП. Там само нападение какое-то странное. Потом дома сожгли теперь участников банк-группы. То есть там все обрастает. Ну, мы говорили о том, что сейчас будет нагнетаться, потому что там тоже у Кадырова многие люди сильно напуганы волной, которая идет. Она совершенно очевидна. это в воздухе витает. Поэтому они будут сейчас дурацкими методами. Ну, как они привыкли? Они привыкли решать все силовыми методами. А силой уже ничего не решишь. И в Чечне неизвестный сожгли дом жителя села Кенхи, который пожаловался Путина на Кадыру. Он пожаровывался на то, что было у него видеообращение, что там коррупция, Я считаю, что нельзя... Суть какая была, что те села, которые разрушены во второй Чеченской войне, получают там какие-то компенсации за это. В общем, люди получают не те. То есть, те люди получают, которым положено. Это кого надо. Поэтому он такое обращение Путину приготовил, а там на него очень обиделись у Рамзана Кадырова, и какие-то люди приезжали, глава района, и главные полицейские, и разговаривали с местными жителями. А в общем-то сам житель вот этот Рамазан Золуладдинов, он куда-то уехал, а семья осталась. И вот ночью приехали люди в масках, которые сказали, что спасают семью, вывезли их куда-то под мост, а дом спалили. Я вполне допускаю, что может быть это и две разные группы были одни, может и реально спасали их, может быть там вообще их должны были вместе с этим домом сжечь, мы же не знаем как там было все на самом деле, поэтому мы видим, что сейчас обострились отношения настолько, что те люди, которые представляют власть Чечни, они особо сильно не боятся может быть реакции Москвы, а гораздо больше боятся того, что местное население начнет дергаться, то есть им гораздо важнее, чтобы запугать здесь, независимо от того, что там в Москве скажут, а в Москве это тоже очень сильно напрягает, я так понимаю, что Путин когда переназначал Кадырова, он с ним договаривался, что там ничего лишковать не будут, а сейчас видишь, Песков тут вынужден как что-то мяблить, сказал, что проверить надо сообщение о поджоге, но я не знаю сколько лет они будут проверять, если оно там правдивое, то тогда надо там следственные органы и так далее сейчас конечно интересная ситуация вот эти жители которых показывали в ютубе которые там в этом селе где сожгли дом они как бы на стороне вот заявителя вот этого рамазана то есть и может такое случиться что в каком-то таком селе жители возьмут в руки оружие но потом про них скажут что это террористы хотя они никакие не террористы они не хотят чтобы к ним кто-то лез они защищают свои дома то есть у них в начале в результате войны что-то разрушилось а теперь под их голову кто-то бабки получает ну нифига себе ну я понимаю что там определенная категория тут с Вовой и до самого низа воруют но вы как-то с людьми разберитесь не силовым путем чтобы они по крайней мере недовольными не были а если они будут недовольны значит они возьмутся рано или поздно за оружие это классика никуда не денешься прокурор Чечни объявил судейскому корпусу республики за каждый оправдательный приговор судей и адвокаты будут судья и адвокаты будут лично отчитываться перед Рамзаном Кадыровым и никому от этого хорошо не будет да странная совершенно ситуация тут сбросили огромное количество материалов в общем-то новая газета по этому поводу написала но это вот только недавно было мы до конца не ознакомились и какие-то страшные совершенно вещи пишут про судей которых там чуть ли не не арестовали Кадыровские и так далее в общем сама ситуация очень очень напряженная и я так понимаю что вот это напряжение растет и что вот тот теракт который был на 9 мая что это только начало причем огромное количество я вижу будет спонтанных каких-то реакций таких вот как в этом селе то есть человек обратился к Путину ну там я далек от мысли что Путин как-то ему поможет ну я далек от мысли что как-то он сильно Рамзану Кадырову напакостил своим этим обращением но его начали травмовать со страшной силой потому что вот эти внизу они очень сильно испугались а этот нас сейчас за это дело сплющит так давайте сплющим вот это и все вот это то что там происходит оно не имеет начала и не будет иметь конца потому что вот это насилие которое там происходит оно вызовет еще большее насилие и лучше было бы там вот по крайней мере ему лучше было бы договариваться а не вести себя так нагло потому что если здесь мы видим ну там максимально люди выходили на болот ну да такой максимальный выхлоп ну в ближайшем обозримом прошлом да то там мы видели очень кровавые боевые действия и не факт что он там не повторяется Кадыров и саудовский министр обсудили вопрос инвестиций в экономику Чечни ну это да это уже такой информация уже два дня но она интересна тем что приехал саудовский министр который обсуждал в общем я думаю что вот меня спрашивают что он обсуждал но я думаю что выведут вот эту чеченскую нефть которую в федеральном подчинении ее выведут в местное и продадут таким образом саудитам через там проголосует эта дума чеченская что там запустить и так далее я думаю что как раз об этом договаривались путинские и Кадыров поэтому просил передать как она называть не помню вот и кстати впервые за 20 лет саудовский король поменял министра нефти то есть ну там все его родственники но здесь он более близких поставил родственников интересно то что его пост занял теперь уже экс-министра здравоохранения чтобы лечить хорошо лечить вот и семейный терапевт в Саудской Аравии записал на видео советы как правильно бить жену я думаю что Кадыров тоже должен распространить по Чечне да и по Кувейте давай быстро готовь сейчас уже время в Кувейте в течение значит следующих 4 лет вырастет в 2 раза объем добываемой нефти это к вопросу о ценах на нефть и кстати Катара приезжал к Путину и там тоже как-то про сокращение никакого разговора не было Минэнерго США допустили рост цен на нефть в 250 долларов за баррель и это к 40 году 20 столетия когда нефть нафиг вполне допускают что столько будет стоить потому что ее никто добывать не будет она нафиг никому не будет нужна не могут допустить что угодно но это такое это было как молитва у путинских они на каждом канале вчера об этом рассказывали они везде печатали что вот американцы говорят сколько будет уж тогда мы заживем заживете в 2040 году и цены на электроэнергию в Германии на несколько часов стали отрицательными из-за перепроизводства то есть там доплачивают за употребление за потребление энергии у нас за потребление энергии отрезают там штрафуют и так далее а там доплачивают но у нас если бы это сделали то люди бы нас стали счетчик накручивать для того чтобы получать деньги и добыча нефти в Российской Федерации может взлететь в 17 году не может она взлетит 100% вот Иран достиг досанкционного уровня добычи нефти уже это в апреле еще а сейчас наращивает еще больше и Россия предоставила Ирану таможенную льготу в 25% в общем-то ну не знаю хорошо это или или плохо будет Иран поставлять товары или не будет посмотрим ну факт то что Путин заигрывает с Ираном а Иран очень жестко отвечает вот кстати комиссия по расследованию причин крушения самолету 154 в Иране заявил что виноваты российские фирмы которые этот самолет обслуживали и так далее стал отказ причиной падения стал отказ двигателя последующие разрушения кстати вот видео есть гибели иранского самолета и там в одном случае написано что это 154 в другом Ил-76 ну видно издалека и он разломился пополам в воздухе это очень красивое видео стоит посмотреть каждому то есть летит Л-76 или Си-130 я даже не знаю потому что снимают из-под хвоста и заправляют Р-4 фэнтом заправщик и видно как разламывается самолет и падает и падает вниз и разбивается в лепешку и судьба куску планера который виден все-таки Ту-154 а не Ил-76 вот и как-то наверное об этом случае идет речь А какие бонусы вообще Путин может получить от того что сбавляет налог Ирану не знаю какие он рассчитывает наверное что Иран ну конечно наверное он и не рассчитывает но вот Иран по идее должен заменить Польшу с ее яблоками Турцию с ее там всеми то есть всю Европу и и Турцию можешь себе представить я должен заменить Иран наверное нет наверное ничего не получится конечно Мальцов ты в курсе что ты дурачок я думал вы быстрее прочитаете или я быстрее забаню не знаю зачем очень смешно такой сидит клоун какой-то 15-летний такой а мать дурачок ха-ха-ха-ха прикольно еще классная новость но просто не можем мы ее обойти я не могу ее обойти без внимания особенно заголовок Верховный суд разрешил семье продолжать жить в подвале детского сада откуда их пытались незаконно выселить муниципальные власти все в порядке семья может продолжать жить в подвале многодетная семья прошу прощения может продолжать жить в подвале они в безопасности Верховный суд на страже народа спасибо Путину да вот на Невье в городе на Невье то есть в Санкт-Петербурге аквабусы вот эти вот вот фотографии вот как хорошо они выглядят и теперь их перестают там какая-то дотация была датировать в общем-то 15 миллионов всего рублей а там было полно вот этих такси водных и так как они красиво выглядят я даже не ожидал увидел прям влюбился такой пароход на Волге такой прям замечательно даже если полностью надо датировать и возить бесплатно и то это должно быть потому что это Санкт-Петербург и там нужно по воде возить ну видишь денег нет отказываются так сейчас еще какие-то новости хотел я давай пока на вопросы будем отвечать и может я найду новость какую-то еще хотел спрашивать наши соратницы здравствуйте Вячеслав мы из Сибири ребенку дали путевку Евпаторию стоит ли туда отправляться безопасно ли но вы просто говорили несколько дней назад на эту тему и вот спрашивали сейчас конечно безопасно я думаю что откуда люди из Сибири откуда не уточняют про спешность у меня есть города в Сибири в итоге большинство которые гораздо опаснее Евпатории просто по уровню преступности посмотрите и потому что происходит как вот та дама из Тобольска которая во время прямого эфира с Путиным рассказывала что она еле-еле убежала из Голландии в Тобольск где так безопасно а в Тобольске уровень преступности в 10 раз по убийствам по крайней мере по насильствам больше чем в Голландии я так понимаю здесь вопрос в чем в том что предлагают отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь а несколько дней назад мы говорили что сейчас конечно детский оздоровительный лагерь имеется ввиду с точки зрения питания да ну вот как это не парадоксально я думаю что с точки зрения питания в Крыму постараются чтобы не было таких вещей да то есть это вот самое страшное нужно ожидать центральной России кстати в Сибири почему потому что всем все пофигу а там будут стараться как-то чтобы тухляком не кормить и чтобы ни в коем случае не было никаких заболеваний ну потому что они башки лишатся если они будут поступать по-другому то есть там будут особые какие-то беспрецедентные меры предприниматься потому что скандал никому не нужен хотя не факт что сейчас как лотерея это стишок есть такой лотерея то ли трипер то ли диарея да да ну на самом то на самом деле так вот каждый в кон сказал да спрашивают если честно я бы лучше ребеночка сам отвез куда-нибудь ну к морю и Вячеслав планируете ли вы наладить партнерские отношения с ЕС и США конечно со всем мира вообще нет даже с Китаем даже с Китаем ну все все зависит как это на каких условиях помнишь когда этот банк империал рекламный да а на каких условиях а после узнаете все это отвозят такого так что вот смотря на каких условиях с ЕС с США на вообще делить нечего то есть если кто-то претендует на что-то что в общем-то наша да так это Китай ну Япония но с Японией тоже можно договориться Китай очень проблематично будет договариваться потому что мы видим они вот если Путин демонстрирует что Китай открыт к диалогу он как открыт к диалогу когда Китай когда Путин делает шаги только назад что изволите да в таком случае Китай открыт к диалогу а в каких-то других случаях я не знаю а насчет финнов а насчет финнов а насчет финнов с финновю у нас всегда были хорошие отношения нет я имею ввиду претензии территориальные да какие там территориальные претензии там то что они просили Путин ему уже сам отдал так что нам даже и париться не придется то есть ни для кого не секрет что там выровняли линию государственной границы при Ельцине и при Путине так что выборка я надеюсь они у нас просить не будут и Петрозаводск как насчет таких стран как Северная Корея Зимбабве ну а какая разница так ты имеешь ввиду что там есть диктаторы ну с диктаторами конечно отношения хороших отношений быть не может но сотрудничать как и другие страны в рамках мирового сотрудничества конечно нужно безусловно и влиять как на то чтобы там тоже ситуация менялась как в Зимбабве которое было когда Родезия это было государство которое в Африке по всем позициям особенно экономическим на первых местах стояло потом это стало Зимбабве и все это на последних местах то есть с первого на последнее место в Африке это надо умудриться Вячеслав кто у вас всю передачу теребит микрофон это у нас есть отдельный человек такой четвертый специалист который теребит микрофон нет на самом деле никто не теребит здесь вот еще много свидетелей на студии которые подтвердят что микрофон никто не теребит честное слово так что специально хорошо мужчина тут повесился на дереве у парламента в Индии и видели это видео нет как вы думаете что сделали полицейские застрелили его чтобы не лечился нет ну информационный мир они бросились снимать конечно все полицейские стоят там мужик корячится ну такая вот Индия причем там волна самоубийств сейчас в Индии одна деревня в полном составе 80 случаев самоубийств покончила собой в общем решили что пора реинкарнироваться как-то вот засиделись да ну и понятно что волна самоубийств вызывает другую волну самоубийств потому что информация о самоубийствах вызывает волну самоубийств это классика то есть если взять просто без всяких самоубийств писать об этом то это причем ну так вот красочно что там-то ге-гей не так как вот эти полицейские хотя это тоже видишь они записали не знаю какой будет результат какова будет судьба к смотрам и восточной ну как какова судьба его построили в каком бы он там плохом виде ни был в любом случае он как-то будет использоваться безусловно а как же вот я про волну самоубийств это как зевать в президиуме да вот если сидишь при деле зевнул то весь зал начинает зевать так и здесь и здесь да это такой прикол у меня был я очень любил так прикол вот как раз зевнул весь зал зевать зевать как раз по поводу думы спрашивают чьим замом вы были будучи зампредом дума заместителем председателя дума а чьим то есть председателю фамилии на дума первый председатель дума был Харитонов второй я был заместителем Харитонов вторым председателем был Чуриков я был у Чурикова заместителем потом был Шувалов я был у Шувалова заместителем потом Большеданов я был у Большеданов заместителем ну и нужно понимать что заместитель председателя это не не помощник Да, 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 это мы речь. Это чемодан вы не носили. Да, конечно, это человек, который курирует работу определенного количества комитетов. Там один зам курирует одни комитеты, другой зам другие комитеты. Секретарем, думаю, был аппарат еще, курировал по поводу, помимо комитетов. И был по должности, как правило, всегда пробивал, тоже лоббировал для себя, чтобы быть председателем контрольной комиссии. Контрольная комиссия контролировала соблюдение законов области на территории Саратовской области. И вот надо сказать, что когда меня периодически выгоняли, и я не был председателем контрольной комиссии, а был кто-то другой, то контрольная комиссия за все время, кроме того, как я был председателем, собиралась три, что ли, раза. За все время. А когда я был председателем контрольной комиссии, она собиралась каждый месяц. И где-то 12-15 вопросов. То есть это выдергивались чиновники, натягивались за то, что плохо работают. Стоялся вопрос об их увольнении, каком-то наказании и так далее. И с того, что они не выполняют какие-то законы. Почему не выполняете распоряжение Центроболта? Да, не Центроболта! Вот так вот. Мы приблизительно в такой же форме задавали вопросы. И эта работа мне нравилась. В общем, контрольная функция очень серьезная. И она предполагала очень такую расширенную работу аппарата. Потому что нужно было мониторить, как что исполняется, какие-то вещи. Вот почему я очень быстро готовлюсь к эфиру? Почему я могу быстро промониторить все новости? Это вот как раз работа контрольной комиссии. Вот вы видите это в жизни. То есть я сразу раз, чик-чик-чик-чик, время на все нет. Представляешь, ты занимаешься кучей вопросов. А еще ты должен проконтролировать то, что было уже. И вот приходит информация. Ты абсолютно везде всем какие только можно запросы рассылаешь. Потом приходит целая куча информации, которую ты здесь должен переработать. И понять, о чем речь. Вот почему я очень быстро перерабатываю, беру раз-раз-раз, цифры какие-то. И я все цифры сразу знаю, могу все переработать. Это именно работа контрольной комиссии. То есть очень богатая. Тринадцать с лишним лет, я знаю. Ну там, за минимум, когда-то выгоняли, по два, по три года. Или сколько там не работал. Ну очень большую часть времени, конечно. Или до этого еще представителем комитета по законности был. Вот эти же контрольной комиссии не было. Эти же функции были возложены на меня. А потом, когда стал зампредом, ну то есть я захотел, чтобы эти функции все-таки у меня были. И поэтому там Дума переголосовала, что-то там поправили. Ну да, это чистый лоббизм. Ну так вот, не без этого. Какие еще вопросы? Почему народ из-за задержек зарплат предпочитает резать вены себе, а не виновникам сложившейся ситуации? Плохая ситуация, не созрела. Вы понимаете, когда такого народу будет очень много себе, вены уж никто не станет резать. Вопрос вы правильный задаете. Вячеслав, обозначьте свое отношение к Чубайсу. Да такое, достаточно ровное у меня отношение. Он как-то вот такой хрестоматийный злодей такой, из прошлого. Да, и у меня нет желания броситься там, такого горячего там броситься, бить Чубайса. В том, что он виноват во многих грехах, я абсолютно согласен. Но я не согласен с Ельцином, который во всем виноват Чубайс. Помнишь? Ну не во всем Чубайс, конечно, виноват. Во многом и Боря Ельцин виноват. И всех, кто вокруг были. Но что у Чубайса больше, так сказать, он... Вот либералы считают, что Чубайс больше плюсов сделал, чем минусов. Я считаю, что те плюсы, которые он сделал, они для меня, во-первых, не плюсы. А во-вторых, я... Даже если они вдруг плюсы окажутся, они настолько нивелируются минусами. Любой из минусов Чубайса уничтожает все плюсы вообще, даже никакого сравнения. Но это не личные минусы. Это то, что он сделал в должности вице-премьера, то, что он сделал в должности главы администрации президента, где он там еще работает. Вопрос. Правильно ли, что расстреляли царскую семью? Ну, как, может быть, правильно, что убили даже и как бы не относиться к Николаю, к его жене, да? А как, детей-то? Девочек зачем убили? Маленького зачем убили? Нет, конечно. То есть это злодеяние, безусловно. И причем злодеяние такого порядка, от которого даже большевики хотели отбиться и всячески возложить там. Самое главное, что желающих принять на себя геморрой полно было. И Юровский, и все остальные, они же между собой спорили. Там я убил, там нет, я убил. Кто особенно, особенно спор был серьезный, кто убил царевич. Ну, я думаю, что недаром Юровский умер такой жуткой смертью. Это, в общем, как-то, наверное, ответ. И с другой стороны, я понимаю, что вот те люди, которые это сделали, они считали, что они на это имеют право. Почему? Потому что они же по-другому рассматривали Николая, не так, как мы сейчас. Они его рассматривали как организатора Кровавого Воскресения, организатора Ленского расстрела, столыпинских так называемых реформ со столыпинскими вагонами и столыпинскими галстуками. Ну и так далее. То есть они рассматривали как тиран кровавого злодея. Поэтому так вот четко сказать, что они там такие козлы. Ну, это злодеяние то, что они совершили, тут по-другому не назовешь. Но нужно понимать, что кому-то повезло, кому-то не повезло. Знаешь, вот как этому, как вот сейчас через пару дней будет сто один год, как погуглить Терехов, да, его фамилия, полицейский, который командовал Ленским расстрелом, 15 мая будет сто один год, как его застрелили во время атаки, то есть его после Ленского расстрела разжаловали, он там где-то служил в армии, и потом в 15-м году с австрийцами бой был, он атаковал, его застрелили в лоб. Ну, не всем так везет, представляешь, что человек как-то вот обнулил свои заслуги, в кавычках. То есть он совершил злодеяние, он покаялся, не покаялся, я не знаю, но умер, в общем-то, как герой, и, может быть, будем считать, что, так сказать, закрыл свои счета, то есть может примириться с тем, что он содеял, и, в общем-то, со всем, что потом случилось. Ну, это как касаемо конкретного человека, а касаемо эпохи, ну, столько было содеяно, всякого зла, что, конечно, примириться народ не мог. И сейчас та же самая ситуация происходит. То есть чем больше будет множиться зла, тем страшнее будет выхлоп. Мы об этом говорим. Станислав Терехов. Терехов, да? Да, Станислав. Правильно я знаю, с вами не вспомнил. Чего-то меня, я думаю, а какое число, смотри, 13-е, что-то, вот, знаешь, бывает. Начинаешь, а что-то вспоминаешь, а потом раз, смотришь, какая дата-то, а дата рядом. То есть, вот, как будто это, там, звоночек такой, будильничек. Да, 15-го числа 101 год будет, как он погиб. И, в общем-то, безвестный такой и известен только тем, что злодеяние этого в Бадайбо совершил, там, Ленский этот расстрел кучу народу положил. Русским быть сейчас стыдно. Согласны? Нет. Да, ни в коем случае можно стыдиться даже за себя, можно стыдиться. Я говорю, я не хочу, чтобы мне было стыдно за себя, я не хочу, чтобы за вас, и не хочу, чтобы было стыдно за страну. Но быть русским не стыдно. Бывает стыдно. Вот мне, как русскому человеку, часто бывает стыдно. Ну, что значит стыдно быть русским? Это значит скрывать, что ты русский, там, как стараться отмежеваться и так далее. Я не скрываю и не пытаюсь отмежеваться. Наоборот, это моя страна, это мой крест, и мы должны это все до конца нести. И стыдиться многого мы обязаны просто. Потому что стыд, это один из движущих механизмов нашей жизни. Русский, значит, ватный путинец. Вовсе нет. Русские абсолютно разные. И даже среди ватных путинцев все равно я нахожу много приличных людей, которые, ну, там, да, вот он там. Ну, если не Путин, то кто и так далее. Но эти люди, они все равно понимают, что хорошо, что плохо. Они не говорят, что он молодец. Они могут сказать, что если не он, то кто? Че ж его на мыло менять? Они слишком хорошо помнят историю. Они помнят, сколько раз Россия умывалась кровью так, что вообще страшно было и непонятно, выживет Россия дальше или нет. И сейчас мы пришли к такому же этапу, когда Россия опять должна умыться кровью. И мы никто не можем сказать, впереди мы не видим будущего. Что будет с Россией? Будет она вообще или не будет? Оно для нас закрыто. То есть для самых-самых глазастых ясновидящих это будущее закрыто. Оно под пеленой. Потому что сейчас судьба решается, будущее, оно вариативно. Вот оно сейчас решается, судьба этого будущего. Мы сегодня с тобой говорили об этом. Сейчас, в настоящий момент. Какой оно будет? Игорь узнает. Как относится к Егору Летову? Егор Летов. Гражданская оборона? Группа. Группа. Ну да, да. Ну да, да. Стыдно за дураков в правительстве. Ну там, кстати, вот в российском правительстве не так много дураков. То есть если вообще во власти большое количество дураков, то там очень хитрые ребята в правительстве. Ушлые, хитрые, себе на уме. И вот поверьте, когда все случится, эти ребята будут в очередь строиться и рассказывать о том, как они ненавидели Путина и как они должны послужить новой России. Вы их еще всех увидите в очередях. Они будут все почетными ветеранами. Мы их виллами замучаемся грузить. Ну так образно их сказано. Так, что у нас? Да, пишут спать пора, согласен. Так, ну, до новой исторической эпохи у нас 539 дней осталось. Значит, просим вас подписывайтесь на наш запасной канал, на наш основной канал. Реквизиты запасного канала, они у нас там висят. Да, и он называется пока такое рабочее название «Безумная Гретта». Ну, вот, такое хорошее, на мой взгляд, название, как рабочий вариант. То есть, «Безумная Гретта» – это та дама, которую в средние века так довели, что она пошла и брала сковородку у дьявола. Ну, а еще это название «Большой Пушки». Так что, очень большие пушки, да. Поэтому, просим вас на основной наш канал, подписывайтесь. И обязательно зарегистрируйтесь на сайте «Волна перемен» с тем, чтобы 28-29-го вы смогли за меня проголосовать. Таким образом, проголосовать за 5-е, 11-е, 17-е. Потому что мы должны, вот даже по тому телемосту, который мы проводили, мы должны определенной категории либеральной публики, не всей, но определенной категории, объяснить, что мы хотим 5-е, 11-е, 17-е. Мы не хотим доказывать свою правоту в судах. Потому что Вова нам сказал, замучайтесь по судам пыль глотать. Мы не хотим там башлять какие-то деньги его там этим фискалам, да, за то, чтобы потом эти деньги уходили на виланчели, да, и так далее. То есть, мы хотим, может быть, решить жестко, но быстро, да. Буду бить больно, но аккуратно. Так и здесь вот. Поэтому просим вас подписывайтесь на Волна Перемен, чтобы вы могли проголосовать. Наши реквизиты менялись в описании. Все новое. Будьте внимательны. Спасибо. Хороших выходных. До свидания. Хороших выходных. До свидания. До понедельника.